Всем привет! Меня зовут Маша и я рада вас приветствовать на своем канале о вещах и секонд-хенда. Сегодня начну с шубы от бренда Вилла в 38 размере. Приятный светлый бежевый цвет, конечно он не очень практичный, но смотрится симпатично. Длина у шубы чуть ниже колена, очень она пушистая, очень мягкая. Мех синтетический, но тем и лучше. Думаю, что она будет теплая. Она в отличном состоянии, похожа на новую, неплохого качества. Мне шубка понравилась, она была в отделе люкс, оказалась не очень тяжелая и стоила на 520 гривен. Куртка в стиле авиатор от бренда Zara. Подобный цвет, как у предыдущей шубы. Она плотная, выполнена из искусственной замши. Внутри также искусственный мех, но качество мне понравилось. Состояние также хорошее. Немного внутри потемнел мех, вероятно, что от соприкосновения с какой-то темной одеждой. И еще отсутствовал пояс. Куртка была в отделе люкс, это уже оказалось тяжелой, добротной и стоило на 810 гривен. Если тема секонд-хенда вам интересна, то не забудьте поддержать меня подпиской на канал. По статистике 60% зрителей смотрят мои видео без подписки. Так что если мои ролики вам нравятся, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх под этим видео. И добро пожаловать в комментарии, пишите, что вы думаете о моих сегодняшних находках. Еще одна куртка от бренда Jack Wolfskin в красивом пудровом цвете. Размер указан L, к сожалению, на меня оказалась велика, да и цена немного меня смутила. Стоила она 2000 гривен. Я люблю этот бренд, мне очень нравится их милая лапка-логотип. Куртка новая, видно, что никаких следов в носке нет. Наполнение здесь пух-перо, конечно, она будет теплая в холодную пору года. И выглядит хорошо. Понравилось мне пальто от премиального бренда. Оно в сером цвете, прямого кроя, два крупных накладных кармана, очень оно пушистое, длинный ворс. Состав здесь хороший, 53% хлопка, 16% махера, 16% полиамиды и 13% полиэстера. Размер указан 38, пальто тяжелое, качественное и состояние хорошее. Стоило пальто 950 гривен. Яркая куртка от бренда De Sigual. Даже еще не смотря на бирку, я сразу поняла, что именно это бренд De Sigual. Он отличается яркими, пестрыми и необычными расцветками. Куртка тому доказательство. Она идет градиентом снизу от полностью черного до очень яркого. Насыщенный принт в этном мотивах. Она немного приталена, есть пояс, резинка не очень мне понравился. Наполнение здесь синтетическое, а состояние хорошее. Стоило куртка 700 гримен. Еще одно пальто от бренда De Sigual. Размер L, понравился мне его прямой крой, строгий лаконичный дизайн. Есть только небольшая такая кнопочка на верхней части, а так без каких-либо деталей. Очень хорошо выглядит, очень качественно. Мне понравилось оно и тактильно приятно, и состав здесь хороший. 65% шерсти, 30% полиамида и 2% акрила. Пальто по внешнему виду кажется новым, без каких-либо следов носки, не затерто и без катышек. Стоило оно 600 гривен. Куртка в 12-м размере, вот если не ошибаюсь, американского бренда. Выполнена она из натуральной замши с тиснением под кожу змеи. Отличного качества, плотная, добротная. Мне кажется, что куртка винтажная, но в хорошем состоянии. Стоила она в весовом отделе 320 гривен. Жакет от Weekend Max Mara в серых оттенках, принт гусиная лапка. Жакет прямого кроя, качественный, выполнен он из 100% шерсти. Но мне кажется, что ему не хватает длины для лучшей картины, слишком он короткий, как по мне. Стоил жакет 800 гривен. Понравился мне джемпер в красивом насыщенном розовом цвете. Размер хоть и указан XL, но как на меня сел, мне понравилось. Не кажется, что он сильно большой. Здесь спущенное плечо и садится он хорошо. Пушистый, приятный к телу, нежный, не слишком плотная вязка. В составе здесь 48% махера, 35% нейлона и 17% шерсти. Состояние хорошее, явных каких-то катышек или дефектов я не обнаружила. Стоил джемпер 700 гривен. Кардиган от бренда Benetton в размере M, светлого серого цвета. Базовый простой кардиган отличного качества и с хорошим составом. Это 100% шерсть. Кардиган не колючий, очень приятный к телу, мягкий. Подобная вещь, которая, мне кажется, должна быть в любом гардеробе. Состояние нового, стоил он 700 гривен. Интересная юбка от бренда COS в 42 размере. Красивый оливковый цвет, немного переливается. Юбка объемная, она с карманами, на талии резинка. Очень интересно смотрится и состав здесь интересный. Верхняя часть это полиэстер с добавлением шелка, подкладка из вискозы и еще какая-то часть из шелка. Состояние хорошее, ни зацепок, ни пятен. Стоила юбка 470 гривен. Еще один кардиган в размере XL. Красивый яркий малиновый цвет, симпатичные милые пуговички. Он тонкий, не плотный, базовая, но в то же время яркая и акцентная вещь. С шикарным составом. Это 30% кашемира, 70% шерсти мериноса. Бренд этот среднеценового сегмента, подобные кардиганы стоят около 85 евро на сайте бренда. Состояние у кардигана хорошее, есть небольшие катышки. Стоил он 700 гривен. Понравилось мне платье на запах от бренда Ralph Lauren. Размер 8 и фасон мне понравился. Длина у него хорошая. Отличный вариант для предстоящей новогодней ночи. Так, конечно, в обычной жизни вряд ли можно надеть это платье. Слишком оно уж простое, слишком блестящее. А вот для встречи нового года, по-моему, отличная вещь. Платье мне кажется, что новое, состав синтетический. Стоило оно 900 гривен. Джемпер от бренда Ted Baker в светлом сером оттенке, интересного симметричного кроя, широкие манжеты. Понравился мне здесь состав – шерсть мериноса, вискоза, полиамид и кашемир. Отличного качества вещь и состояние хорошее. Стоил джемпер в отделе люкс не в день завоза 280 гривен. Юбка от немецкого дизайнера Бернда Бергера. Она в черном цвете, размер 40, длина до колена. Качество мне понравилось. В составе здесь 65% шерсти, 35% полиакрила. Состояние хорошее, только нацеплялось ворсу с других вещей. Стоила юбка 370 гривен. Еще один кардиган от немецкого бренда. Красивый нежно-голубой оттенок, очень приятный на ощупь. Кардиган с широкими манжетами, тонкий, абсолютно не плотный и не колючий. Выполнен он из 100% шерсти. Очень хорошее качество. Бренд этот среднеценового сегмента, состояние у кардигана нового, также абсолютно базовая вещь, которая впишется в любой гардероб. На меня, к сожалению, он оказался велик, стоил кардиган 700 гривен. Джемпер от бренда Peterhahn, красивый розовый цвет, в меру яркий. Выполнен он из 100% хлопка, плотный и тяжелый. Он был в весовом отделе и стоил в день завоза 290 гривен. Жилет в сером цвете и 100% шерсти мериноса со знаком качества. Он удлиненный, тонкий, без каких-либо украшений, очень простой и сдержанный. Состояние нового, стоил 420 гривен. Субтитры сделал DimaTorzok И уже появляется праздничная одежда в преддверии нового года в секонд-хенде. Большое разнообразие и мужских джемперов, и также женских, с различными новогодними рисунками и новогодней тематикой. Конечно, это все одежда на один раз, она синтетическая и сомнительного качества. Но зато праздничного настроения она добавляет. Яркий шарф из 100% шерсти мериноса, яркая клетка, шарф хорошего качества, но слишком уж он акцентный. И вот такой мне понравился в гусиную лапку, приятные оттенки, это также шерсть. Домашние тапочки от бренда NEXT, принт гусиная лапка, внутри овчина, стоили они 100 гривен, состояние в принципе неплохое, есть небольшие следы носки внутри. Полусапожки от бренда LEVICE в темном сером цвете, они из натуральной замши, вверху небольшая вставка под овчину, неплохое состояние, стоили 600 гривен. Тапочки от бренда AK, они новые, присутствует бирка на подошве, внутри и снаружи натуральная кожа, удобные, внутри мягкие и пушистые, они легкие, стоили 500 гривен. И еще одна обувь от бренда AK, резиновые полусапожки, приметный яркий цвет, внутри теплая стелька, в состоянии новых есть небольшие заломы, стоили они 450 гривен. Лоферы от бренда BALI в черном цвете, размер 39, выполнены они из натуральной кожи, очень качественные, по подошве видно, что их носили активно, но по верхней части этого не скажешь, они абсолютно без дефектов, стоили 840 гривен. Милые мохнатые домашние тапочки с симпатичными помпонами на передней части, конечно это все синтетическое, но очень приятное на ощупь, стоили они 300 гривен. Сумка багет из натуральной кожи с тиснением под кожу страуса, хорошего качества и состояния в принципе новой, стоила сумка 470 гривен. Небольшая сумка от бренда Warhouse, она из натуральной замши, приятная на ощупь, симпатичный сероватый оттенок, стоила в отделе люкс 220 гривен. И последнее, что вам сегодня покажу, это большая вместительная сумка из натуральной замши, насыщенный синий цвет, состояние хорошее, стоила сумка 1200 гривен. Вот такие находки были у меня на этой неделе, надеюсь вам что-нибудь понравилось из того, что я вам показала, напишите мне пожалуйста в комментариях, будет очень интересно почитать. И как всегда в конце видео делюсь своими покупками на этой неделе, сегодня их только две. Начну с кожаного с жакетом от бренда Cabrini, надеюсь верно произношу. Он в черном цвете, кожа отличного качества, она мягкая, она не пересушенная, никаких лишних звуков, она не шуршит во время движения, никаких лишних звуков не издает. Вот, состояние новой, и по рукавам это видно, и здесь вот на карманах такое место, которое затирается, здесь также видно, что никаких следов в носке нет. Простые лаконичные пуговицы, внутри подкладка, все целое, никаких дефектов, никаких дырочек нет. Здесь на бирке указано, что это натуральная кожа, размер к сожалению нигде не вижу, но как всегда полную информацию с фотографиями, с замерами я оставлю в моем магазинчике в инстаграм. Кого заинтересовал жакет, добро пожаловать, ссылочку оставлю в описании под видео. Следующая покупка, это вот такая милая сумочка, небольшого размера, это бренд Тула, здесь короткая ручка, тиснение под кожу крокодила. Очень симпатично выглядит, очень такая она миниатюрная, очень милая, компактная, но мне кажется она довольно вместительная должна быть. Внутри она довольно вместительная, здесь такое отделение, на молнии небольшой кармашек есть, еще отдельный отсек также на молнии. Она не черного цвета, она такая темно-темно-темно-синяя, практически черная, но вот по молнии, по вот этой вставке все-таки прослеживается, что она не черная. Она каркасная, держит форму, немного примялась, но это все выровняется. Симпатичная сумочка, аккуратненькая и хорошего качества. Вот такие покупки были у меня на этой неделе, далее я вам покажу, как они выглядят уже приведенными в порядок. Также приглашаю вас в мой магазинчик в инстаграм, ссылка в описании под видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые покупки и новые находки. Субтитры сделал DimaTorzok